я дата от работаю давно седьмого года вот был я в основном все эти годы специалистом по тестированию вот и до сих пор провожу периодически собеседование и консультирую коллег много у меня практикантов выпустилась за время работы дата арт в общем все что связано с тестированием я наверное тут так или иначе перепробовал больше или меньше вот каких-то областях у меня там опыта меньше каких-то больше это в основном было связано естественно с проектами на которых приходилось работать вот ну сегодня хотелось бы поговорить про такую часть работу тестировщика как тестирование мобильных приложений вот сейчас у нас наверное без смартфона сложно представить жизнь современную вот и соответственно большое количество приложений пишутся под мобильные устройства и соответственно мы их тестируем вот при разработке так да ну мне тут уже представили что собственно да хотелось бы начать что собственно такое вообще тестирование вот я не знаю насколько подробно вам все рассказала вот если мы говорим непосредственно о тестировании о процессе то есть мы не рассматриваем такое понятие как обеспечение качества или quality assurance это несколько более емкое понятие мы сейчас говорим непосредственно про тестирование вот это динамическая верификация динамическая то есть у нас происходит запуск программы специально созданных условиях каких-то синтетических вот при этом запуске мы проверяем реальное поведение программы и сравниваем его с ожидаемым поведением программы то есть ожидаемое поведение программы нам известно из требований которые потом с помощью которых мы написали нашего наши тестовые сценарии тест кейсы вот и соответственно мы запускаем программу смотрим как она себя ведет и сравниваем реальное поведение с ожидаемым вот и все это происходит на на конечном наборе тестов вот понятно что сложные программы можно тестировать бесконечно вот это уже один из принципов тестирования что конечное тестирование невозможно вот но мы всегда выполняем это на конечном наборе тестов это в общем наши ограничения вот так это да еще я сразу 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 попрошу если какие-то вопросы возникают естественно не только по мобильному тестированию но и по всему тому что я говорю буду готов ответить на любые вопросы от вас так что пишите вопросы буду стараться максимум ответить в конце своей презентации так вот ну что такое тестирование я более менее рассказал вот соответственно здесь мы говорим о мобильных приложениях как-то сложилось у нас практика дата арт что у нас приложение разделяют на три основных скажем так типа это десктоп приложения то есть это приложение для настольных компьютеров десктоп компьютеров которые работают под управлением операционной системы в большинстве случаев это windows вот следующий это веб-приложения ну к ним там еще частично относятся как здесь у меня указано еще и в целом клиент серверные приложения то есть это может быть допустим какая-то онлайн игра вот например вот ну сейчас мы про это говорить не будем в основном у нас идет разговор праве приложения то есть это то что у нас работает под управлением браузера вот контент у нас загружается код приложения который исполняется на клиенте и который у нас обрабатываются браузером соответственно скачивается сервера часть часть кода исполняется на серверной части часть кода исполняется на клиентской части вот в отличие от десктоп приложений у нас веб-приложения работают не под управлением операционной системы напрямую вот а под управлением браузера то есть по сути браузер является своеобразной операционной системой для веб-приложения вот ну и И, собственно, третий вид приложения – это приложение для мобильных устройств. Вот. Это то, что у нас запускается на смартфонах и планшетах. Вот два основных типа мобильных устройств, с которыми имеем дело. Вот. В последнее время как-то с планшетами реже почему-то приходится работать. То есть некоторые проекты все-таки сталкиваются с тем, что нужно тестировать и для планшетов, но в основной упор в основном делается для мобильных телефонов. Так что большинство того, что я буду дальше рассказывать, оно в большей степени относится именно к мобильным телефонам, смартфонам, не к планшетам. Ну, хотя, в принципе, вещи более или менее общие, там, ну, за исключением некоторых отдельных моментов. Вот. Ну, имейте в виду, что большинство будет сказано и рассказано для мобильных телефонов, для смартфонов. Вот. Что такое вообще мобильный телефон, смартфон современный? Вот. Ну, наверное, для вас не секрет, что внутри это, по сути, достаточно мощный такой же компьютер, как и тот, который стоит у нас на столе. Я, может быть, не такой мощный, но, в общем-то, если мы говорим о каких-то относительно старых компьютерах, возможно, даже у некоторых телефоны мощнее, чем некоторые старые компьютеры, которые до сих пор еще людьми используются. Вот. То есть там есть процессор, причем часто бывает и процессор, как бы, общего предназначения, и графический процессор отдельно, то есть так как у нас на компьютере есть процессор, который выполняет общие задачи, процессор, который выполняет обработку графики, графический процессор, то есть, в принципе, то же самое у нас может быть и на смартфоне. Здесь никакой разницы. Есть также оперативная память, есть память, собственно, накопительная, то есть это на компьютере у нас жесткий диск, у нас на телефоне это обычный флеш-память. Вот. Ну, сейчас, в принципе, компьютер тоже переходит на Solid State Drive SSD накопители, так что тут тоже, в общем-то, даже технические разницы отсутствуют. Вот. Вот. И, то есть это компьютер, процессор, память и накопительные устройства, устройства для хранения информации и файл, программы и так далее. Вот. И устройства ввода-вывода. Вот. Ну и, собственно, тут начинаются основные различия. На большинстве компьютеров настольных у нас это обычный экран, без возможности, собственно, использовать прикосновение к экрану. Вот. Ну, на некоторых ноутбуках-то и такое есть. Ну, в общем-то, это скорее исключение. Вот. На смартфонах это стандартная абсолютно, стандартная, абсолютная вещь. То есть у нас ввод используется с помощью нажатий на экран. Вот. И, соответственно, у нас также используется это вместо мышки, с помощью которой мы позиционируем. Вот. То есть мы пальцем вводим по экрану, там прикасаемся. Это, по сути, изменяет нам курсор мыши, который мы двигаем на компьютере. Вот. Да. Вначале вот первый пункт. Да. Я так, в общем-то, явно не сказал, несмотря на то, что это такой же компьютер, вот, как и настольный. Вот. Размер у него небольшой. Вот. В первую очередь, небольшой размер экрана. Вот. Это принципиальная разница. Вот. Соответственно, там более мелкий шрифт, меньше места вообще для отображения всего и так далее и тому подобное. Вот. Вот. Следующее, что тут у нас идет по списку. Следующее по списку – это то, что у нас устройство наше мобильное работает от батарейки. Вот. Несмотря на то, что ноутбуки тоже, в общем-то, имеют возможность работы от батарейки, их тоже можно каким-то образом назвать настольными, настольными компьютерами. Ну, все равно это скорее дополнительная опция, чем основная. Все-таки, как бы, при работе у нас зачастую также ноутбук подключен к домашней или офисной электросети и питается, собственно, от розетки. Вот. Телефон. Ну, за теми редкими, не знаю, случаями, когда тоже мы можем там подключить его к розетке, когда мы там находимся также дома, он в основном у нас работает от батарейки. Вот. Потому что мы с этим телефоном постоянно перемещаемся, держим его в руке и так далее. Вот. Следующий пункт – это то, что у нас связь с внешним миром, связь, в первую очередь, с сетью интернет, вот. Ну, в том числе и связь с какой-то локальной сетью, к которой может быть подключен мобильный телефон, она исключительно происходит по беспроводным, по беспроводному соединению. Вот. В отличие, опять-таки, от компьютеров, вот. То есть даже если компьютер у нас подключен, допустим, к домашней беспроводной сети, то это сеть, скажем так, относительно стабильная. Вот. То есть это стоит у нас, допустим, роутер в квартире и телефон, ой, извините, компьютер, даже если он подключен к этой сети, собственно, без проводов, это достаточно стабильное соединение. То есть здесь слово «wireless», оно скорее обозначает именно то, что это действительно нестабильное соединение. Телефон у нас работает, скажем так, либо соединяясь с базовой станцией стандартной, и у нас используется мобильный интернет, либо также он работает, скажем так, вот в какой-то домашней сети. Ну, это тоже соединение может быть менее стабильным, потому что телефон в первую очередь перемещается. Вот. Ну и, в общем-то, все равно это менее надежное соединение. Вот. Следующий пункт — это большое количество разнообразных размеров экрана возможных, которые у нас существуют в современных телефонах. Вот они, в общем-то, разные производители выпускают достаточно различные форматы экранов, и геометрические, и по размеру пикселей, и по типу экрана тоже там есть разница. Все-таки с настольными компьютерами это более или менее стандартизовано. То есть там набор, в принципе, вот этих вот разрешений, он относительно стандартный. Вот. В мобильных устройствах это все достаточно, ну, такой, это, скажем так, зверинец своеобразный. Вот. Там, там много всего. Следующий пункт. Ну и телефон — это все-таки еще, это все-таки, ой, извините, это все-таки телефон. То есть у нас на телефон могут приходить звонки, как голосовые, так всякие скайп-звонки и так далее, звонки от личных мессенджеров, короткие текстовые сообщения и так далее, тому подобное. То есть постоянно какие-то могут возникать прерывания от, там, нотификаций и так далее и тому подобное. Вот. Чего, в общем-то, мы в общем случае не имеем на настольном компьютере. Вот. Здесь следующий пункт. У нас две основные, скажем так, операционные системы, под управлением которого работает, на которых работают мобильные устройства. Это Android и iOS. Вот. Ну, в принципе, мы можем также то же самое сказать про то, что у нас там на настольных компьютерах есть Windows и всякие там Linux-бэйс-системы, есть также Mac. Вот. Но, тем не менее, у нас как бы основная часть программ, которые разрабатываются, это все-таки Windows-совместимые программы. Вот. И мы не... В большинстве случаев мы не имеем дела с тем, что нужно поддерживать, скажем так, две операционных системы. Для мобильных устройств это достаточно стандартная тема. То есть, если производитель, извините, заказчик, хочет разработать какую-то программу для мобильных устройств, он хочет, чтобы эта программа работала и на iOS-устройствах, то есть на iPhone'ах, и на Android-устройствах. Вот. То есть приходится в большинстве случаев иметь дело, скажем так, с двумя системами одновременно. Для desktop-приложений, ну, такого нет. Вот. Обычно это либо какая-то Windows-программа, либо это какая-то Mac-программа, то есть, ну, либо это что-то Linux-based. Вот. И последний пункт, он, в общем-то, похож на разнообразие размеров экрана тоже. У нас есть большое разнообразие именно Android-устройств. Вот. Мало того, что у нас существует одновременно несколько достаточно актуальных версий операционной системы, то есть там Android 8, 9, 10 и так далее. Вот. И у нас, кроме этого, так как Android является open-source операционной системой, в принципе, производители часто допиливают операционную систему под какие-то свои устройства с определенным образом. То есть это туда либо добавляется какой-то определенный там графический интерфейс встроенный, вот, либо какие-то еще встроенные фичи. То есть, в принципе, здесь принципиальное отличие от того же самого, допустим, настольного компьютера. Если мы возьмем, допустим, ноутбук или десктоп с установленной Windows, ну, кроме того, что мы туда установим различные программы, Windows там одна и та же. Вот. Там нет никаких Windows, скажем так, различий. То есть мы можем, конечно, говорить там о пакете обновлений там для определенной версии операционной системы. Но если у нас стоит Windows 10, то мы можем сказать, что вот у нас поддерживается Windows 10. И, в общем-то, как правило, ну, бывают, конечно, там свои нюансы в зависимости от установленного пакета обновлений. Там раньше там был еще, допустим, сервис ПАК-1, сервис ПАК-2 и так далее там. Вот. И какие-то там программы могли работать или не работать с определенным сервис ПАКом. Вот. Тем не менее, ну, для Windows это не так актуально, как для Android-устройств, потому что здесь у нас гораздо большее разнообразие версий и операционных систем, и каких-то дополнительных там интерфейсов, которые уже конкретный производитель дорабатывает под конкретное свое устройство. И, соответственно, нам приходится всем этим иметь дело. Вот. То есть это, наверное, основные особенности мобильных устройств, вот, в сравнении с настольными компьютерами, вот, которые мне хотелось бы перечислить здесь. Вот. И они, соответственно, там дальше я буду рассказывать, как они будут влиять на тестирование. Так. Следующий слайд у нас показывает основные три типа мобильных приложений. Вот. Мне бы просто хотелось это упомянуть. Это непосредственно не связано, скажем так, с особенностями тестирования, но нужно все равно это хорошо себе представлять для того, чтобы понимать, что мобильные устройства, мобильные приложения, они тоже, в общем-то, бывают по-своему разные. Первый тип — это нативные, нативные приложения. То есть это аналог, скажем так, десктоп-приложений для настольных компьютеров. То есть это приложения, которые работают непосредственно под управление операционной системы, мобильные устройства, вот, используют ее ресурсы и, соответственно, имеют доступ достаточно в простом виде к различным устройствам телефона, например, там, камера, всякие там датчики и тому подобное. Вот. Это все, и, как правило, они достаточно быстро работают, вот, потому что используются напрямую ресурсы операционной системы, не используются никакой дополнительной прослойки в виде того же веб-браузера. Вот. Но минус этих приложений заключается в том, что, опять-таки, они разработаны под конкретную операционную систему и далеко не всегда есть обратная совместимость. Вот. То есть если нужно разработать приложения под несколько операционных систем, могут быть с этим сложности. Вот. Следующий пункт — это веб-приложения. Это, по сути, веб-сайт, адаптированный к мобильному телефону. Вот. Наверное, многие замечали. Да, по первому пункту это, ну, как правило, это игры и тому подобные достаточно сложные приложения, которые требуют, ну, серьезной работы с аппаратной частью телефона, вот, и которые, скажем так, требуют работы с уже устройствами мобильного телефона, такими как камера, там, микрофон и так далее. Вот. Веб — это, по сути, адаптированный веб-сайт, веб-приложение для мобильного телефона. То есть это тот же сайт, просто менюшки и все остальное выглядит так, чтобы удобно было работать, скажем так, с нажатием пальцев. Вот. Все, в принципе, все представляют, что это такое. Вот. Ну, и третий пункт, третий тип — это гибридное, это гибридные приложения, это, по сути, смесь нативных и веб-приложений. Вот. То есть это, как правило, какое-то веб-приложение с расширенными возможностями, с каким-то ограниченным доступом к устройствам мобильного телефона. Вот. Ну, с соответствующими плюсами и минусами, наверное, очевидными. Вот. То есть и наше тестирование, в том числе, и будет зависеть от того, с каким видом приложений, видом приложений мы имеем дело. Вот. Это, чтобы было более понятно. Вот. Есть еще у нас разница принципиальная между тестированием iOS и Android-приложений. Первое. Естественно, это производители. Вот. Если производители у нас айфонов, грубо говоря, ну, он, можно сказать, один, то есть это вендор, да. Вот. То есть это есть просто серия айфонов, да, которая там периодически обновляется, выходит новая версия, но тем не менее, по сути, это одна линейка. Вот. С Android-ом это все совершенно по-другому. Там огромное количество вендоров. Вот. И каждый из них делает, по сути, свое устройство совершенно зачастую не похожее на другие. Вот. Хотя начинка может быть похожая, но аппаратная часть и программная часть может сильно отличаться. Ну, в некоторых случаях. Вот. Следующий пункт open-source. iOS у нас не является open-source системой, Android является. Соответственно, Android позволяет доработку какую-то именно на уровне операционной системы, iOS не позволяет. Вот. Отличия юзер-интерфейса, ну, они минимальные, но тем не менее они есть. Вот. Соответственно, они накладывают особенность на работу приложения. То есть у нас, например, есть кнопка назад на Android, на iOS ее нет. У нас на iOS только одна кнопка. Вот. Соответственно, в программах нужно разрабатывать специальные, скажем так, способы для навигации дополнительные. Вот. То есть там навигация выполняется немножко по-другому. Вот. Именно такая стандартная. Вот. Ну и, в принципе, iOS и Android, у них есть свои руководства. То есть, скажем так, это лучшие практики для написания программы. Вот. То есть это размер каких-то контролов, кнопок, шрифты, отступы и так далее и тому подобное. На iOS и Android они разные. То есть это тоже нужно учитывать, если, допустим, речь идет о верстке какой-то приложения. Вот. То есть у iOS и Android вот эти вот руководства, вот, собственно, производителя операционной системы, они свои. Вот. Ну и, собственно, переходим, скажем так, к основной части. В чем же специфика именно тестирования мобильных устройств? Вот. Первое, ну и, наверное, одно из самых важных – это тестирование удобства использования. Вот. Когда у нас маленький экран и все действия выполняются с помощью прикосновений к этому экрану, огромное значение начинает приобретать удобство расположения контролов этого приложения, которое мы тестируем. Вот. То есть это размер кнопок, расположение этих кнопок. То есть, допустим, чтобы вам удобно было одной рукой держать телефон и одним пальцем, соответственно, там, выполнять какие-то действия. Вот. Размер, расположение, в том числе, там, может быть, даже и цвет этих кнопок, там, если у нас, допустим, вы выходите на солнечный свет, у вас приложение должно быть достаточно контрастное, чтобы у вас там кнопки с фоном не сливались, там, в определенных условиях освещения. Вот. То есть такие вещи. Следующее. Это потребление электроэнергии. Как уже было сказано, телефон у нас работает, как правило, только от батарейки. Если у нас программа постоянно расходует процессорное время, постоянно работает с... в общем, постоянно нагружает аппаратную часть телефона, то, естественно, батарейку она разрядит очень-очень быстро. Вот. И в принципе есть, я думаю, и вы сталкивались с... с такими примерами, когда какой-то там... с маркет устанавливаешь какое-то приложение там, да, ну, какое-то бесплатное там, ну, не знаю, какой-нибудь там калькулятор или какой-нибудь там уровень строительный, еще что-нибудь, ну, какой-нибудь такой дребедень, да, а потом вы замечаете внезапно, что у вас почему-то батарейка начала садиться. Вот. А это всего лишь навсего не был должным образом организован спящий режим, и вот этого приложения, оно постоянно, оно крутится в памяти и постоянно работает, постоянно нагружает процессор, постоянно разряжает батарею. Вот. Естественно, такие вещи нужно тестировать, нужно их отсекать, вот, убедиться в... убедиться в том, что когда у нас приложение не работает активно, у нас не расходуется батарея, и в том числе, когда оно расходует, и в том числе, когда оно работает, чтобы это, скажем так, расход батареи был, ну, скажем так, на приемлемом уровне, чтобы она у вас там не заряжалась за один час от 100%. Вот. То есть, как приложение использует батарею, как оно работает с электропитанием, это очень важно. Следующий, вытекающий из этого пункт, это внезапная потеря электропитания. То есть, когда у вас там уже подуставший аккумулятор, он внезапно может окуклиться, и у вас телефон там, который показывал там еще 10-15%, внезапно выключается просто. Вот. Соответственно, ну, это тоже, в общем-то, совершенно, скажем так, житейское дело. Даже если у вас свежий аккумулятор, но вы там дождались до того, что у вас просто заряд упал до нуля, у вас телефон так или иначе вырубится. Что при этом будет делать программа? Как она будет при этом сохранять какие-то данные? Там, не испортится ли, скажем так, ее работа? То есть, какие-то там файлы, может быть, она сохраняет. То есть, вот этот момент приложение должно обязательно обрабатывать. Вот. Именно корректным образом. То есть, обязательно нужно проверить, как в этом случае программа отрабатывает. Следующий пункт. Разнообразие моделей, размеров экрана, версия процессных систем и так далее, и тому подобное. Очень непростой момент. Вот. Естественно, никто и никогда не сможет протестировать конкретные приложения на всех возможных моделях, потому что их сотни из актуальных, а наверное, всего их там тысячи многие. Вот, если мы какие-то, относительно, старые берем. Этот вопрос, как правило, решается уточнением требований, оговаривается с заказчиком конкретный набор устройств, версии операционной системы и так далее. То есть, чтобы у нас четко было прописано, какие модели, на каких размерах экрана и так далее, каких и каких вендоров мы будем использовать в нашем тестировании. вот. Потому что, естественно, 100% моделей мы гарантировать никак не можем. Вот, здесь тоже возможны варианты. Не всегда возможно протестировать на реальных устройствах, ну, благо есть сервисы, которые позволяют, скажем так, использовать, арендовать реальные устройства в облачных сервисах и на нем, на них, собственно, запускать свою программу для тестирования. То есть, сейчас, в принципе, эта проблема не составляет. Тут, в основном, скажем так, основной вопрос стоит в регулировании с заказчиком вот этих требований, которые описывали бы нам достаточно четко и ясно, что же мы все-таки поддерживаем. Каких вендоров, какие модели, какие размеры экрана и на каких версиях. Вот. Ну, и тут нужно быть максимально внимательным, чтобы потом заказчик не предъявил, что вот у меня телефон, а на нем ваше приложение не работает. Такие ситуации, ну, скажем так, по нашей вине, именно по причине того, что мы не протестировали какую-то конкретную модель, они должны все-таки отсутствовать в идеале. Вот. Следующий момент, про который я упоминал в особенностях работы мобильных устройств, это прерывание. То есть, когда у вас происходит входящий звонок, когда у вас там приходит смс, когда у вас возникает какая-то нотификация. Вот. Программа тоже, соответственно, это все должна корректно отрабатывать, вот. Возвращаться к нормальной работе, когда вы обработаете, соответственно, там закончите звонок, откройте, прочитаете смс, вот там уберете нотификацию, прочитаете, то есть, либо откройте, то есть, это все должно тоже не вызывать каких-либо проблем с работой программы. Вот. Следующий — это плохое сетевое соединение. Так как у нас связь происходит с помощью беспроводной сети, возможно, ситуация, когда у нас нет соединения с сервером, с которым мы работаем, вот. Либо оно очень плохое, либо оно очень медленное. То есть, это тоже должно быть протестировано. То есть, соответственно, здесь тоже не должно быть потери данных. Программа должна корректным образом обрабатывать ситуации, когда у нас, допустим, шел какой-то обмен данными сервером, да, если эта программа работает через сеть интернет или через локальную сеть. Ну, с локальной сетью, наверное, проблем таких не быть не должно. В основном это именно с интернетом проблема. Вот. Все должно корректно работать. Вот. Это все тоже ситуации. Нужно тем или иным образом моделировать, вот, чтобы это все было проверено. Вот. Следующий пункт — это поворот экрана, всем знакомый. Вот. И некоторые программы не поддерживают этот поворот экрана. Вот. Некоторые платформы, на которых разрабатывается, они автоматически как бы этот поворот поддерживают, но при фактическом повороте, если вы конкретно его не проработали на уровне приложения, скажем так, могут происходить неприятные сюрпризы. То есть, не отображаться часть контролов, как-то все там криво выглядеть, одно наезжает на другое. То есть, это тоже. То есть, либо тут, соответственно, существует два базовых метода, либо, если вы не поддерживаете там какое-то положение экрана, там, альбомное или портретное, соответственно, запрещать другое. То есть, у вас всегда будет приложение работать только в одном положении экрана. Либо, соответственно, если у вас должно работать оно в обеих положениях экрана, нужно, соответственно, поддерживать оба. Ну и должным образом это тестировать. То есть переход из одного в другое и обратно не должен вызывать никаких проблем на любых экранах, на любых функциях этого приложения. То есть это все должно быть обрабатываться. Соответственно, все должно быть протестировано. Все вот эти моменты. Поворот экрана в любых ситуациях. Ну и обновление операционных систем. Вот. Больше это относится наверное к андроиду. Вот. Тоже нужно убедиться в том, что когда, допустим, у вас выходит операционная система новая, да, телефон обновляется до следующей. Вот. И по-хорошему, если вы поддерживаете, если вы занимаетесь саппортом своего приложения, вы должны, естественно, тестировать, как у вас на новой версии работает. Все ли там хорошо. Вот. Тоже совершенно нередкий случай, когда, допустим, какая-то фича, которая использовалась в старой версии операционной системы, она, в новой версии, она просто, ну, заблокирована. Ну вот могу привести пример, с которым я столкнулся. Это, например, запись разговора. Вот. То есть эта функция была там, по-моему, с восьмой или с девятой версии андроида. Она была запрещена. То есть там, соответственно, программы, которые позволяли записывать разговор, они должны были, в общем, работать несколько по-другому. То есть у них это просто все перестало работать. Просто с обновлением операционной системы. Вот такой пример. Спасибо всем за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова